Весной 2023 года в нашей стране и Российской Федерации заработала интегрированная система администрирования налогов. Сведения, внесенные в базу, используют для сквозного анализа данных по налогу на добавленную стоимость. Еще одна задача системы – выявлять подозрительные схемы налогоплательщиков, например, связанные с минимизацией налогов. Итоги взаимодействия двух стран в целях пресечения налоговых нарушений и совершенствования Международной правовой базы по обмену налоговой информацией стали ключевыми вопросами обсуждения коллегии. Мы не только реализовываем все те договоренности в рамках союзных программ, в рамках межведомственных договоренностей, но, как правило, мы одни из первых госорганов, которые завершают и выполняют те договоренности, которые ранее были достигнуты. И меня радует, что у нас полное здесь взаимопонимание, полное даже не то, что не столько взаимопонимание, сколько, наверное, взаимодополнение. И здесь очень приятно, что команды работают солидарно и в какой-то степени даже творчественно. Самое главное, я соглашусь, что оценку нужно получить у плательщиков. Пока у нас получается. Мне хочется, чтобы тот темп, чтобы тот конструктив, который задан, чтобы мы его подхватили и дальше реализовали. Я оцениваю состояние сотрудничества очень высоко. Мы в том году, не без радости могу сказать, реализовали одну из межгоспрограмм. Это была программа по созданию системы косвенных налогов. И она нашими службами реализована. От нас потребовалось высокое технологическое внедрение с обеих сторон, серьезная организация труда. И при этом нам необходимо было сделать так, чтобы для плательщиков, для добросовестных плательщиков это не вызывало никаких проблем. И это, условно, первый этап, который нашими командами был реализован. Более того, мы очень серьезно инвестируем в электронный документ оборотов. И это инвестирование связано не только с необходимостью как цифровой трансформации, так и улучшения наших контрольных процедур. В этом мы видим еще и огромную пользу для наших налогоплательщиков. Чем больше у нас будет автоматизированных процессов, тем меньше мы будем отвлекать компании и бизнес от своей основной работы. И более того, чем больше определенности мы можем давать в рамках своих процедур. А что такое больше определенности? Больше определенности – это быстрое возмещение налога на добавленную стоимость, это ускоренные контрольные процедуры. Более того, не просто ускоренные, а незаметные контрольные процедуры. Это то, к чему мы вместе стремимся и, как мне представляется, по сей день у нас неплохо выходит. Сегодня серьезное инвестирование с обеих сторон идет в электронный документ оборот. Это связано с необходимостью цифровой трансформации для повышения качества контрольных процедур. В том числе стороны также ведут серьезную работу по созданию удобных правил прохождения товарных и денежных потоков, а также приятных бонусов для образцовых плательщиков. Наши основные усилия как раз-таки сосредоточены над созданием условий, над созданием вот этих вот незаметных правил прохождения товарных потоков, денежных потоков. В то же время, чтобы не перегружать плательщиков какими-то контрольными процедурами, более того, добросовестных плательщиков практически можно и освободить от ряда контрольных процедур. Поэтому вот и думаем, как выстроить эти бизнес-процессы так, чтобы было удобно плательщику, но в то же время не страдал бюджет. В конце встречи были подписаны два соглашения, касающиеся проведения аудита и достоверности данных, передаваемых в интегрированную систему и скоординированных контрольных мероприятий. Василий Напускевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.